Привет всем зрителям моего канала! Наверняка вы видели у меня в сообществе фотографии вот такой вот монеты. И в этом видео я бы хотел рассказать вам про вот такое вот тематическое направление. Рассказывать я буду не один. Я пригласил к себе в эфир в гости Михаила Тамойкина, коллекционера, нумизмата. Видео с ним у нас уже было на канале, вы можете посмотреть. Там было рассказано про довольно интересную монету, очень редкую. Давайте приступать, посмотрим, что же за тематическое направление сейчас мы с вами видим. Всем добрый день! Я внимательно посмотрел видео, которое мне Алексей предоставил по поводу его предметно-тематической коллекции. Это, как вы видели, уже монеты и пожарные машины. То есть получается, что уже к монетам добавляются модельки машин. Это уже получается такой очень элегантный, я бы сказал, очень далеко идущий вид и инвестирования, и коллекционирования. Почему я так говорю? Потому что мы как раз та организация, которая изучает сферу материальной культуры. И кроме всего прочего, мы коллекционеры. Не случайно я тоже показал, так же, как и Алексей, мы коллекционируем и машины, и монеты. И они у нас тоже перекликаются с разными по своему базису. То есть получается, что если монеты это монеты, монеты идут к монетам разных стран, городов, эпох, то другие предметы, например, машины или иные какие-то, они имеют разный базис. Понятно, что это совершенно различные по своей тематике направления. Тем не менее, когда коллекция соединяется, монета с каким-то другим предметом, в частности с машиной, это уже получается такое, я бы сказал, не только по горизонтали, но и по вертикали увеличение своего актива. То есть потому что любая коллекция это очень мощный актив. Давайте я вам скажу простой пример. Конечно же, нужно формировать предметно-тематический ряд. То есть не один предмет покупать. Если это один предмет, то должен быть абсолютный уникум. Ну вот, например, это бутылочка французского вина, предназначенная для, в общем-то, стола генерала-губернатора Западной Африки, начало 19-го, или конца 18-го, начало 19-го века. Дальше что я могу посоветовать? Вот, например, я хочу посоветовать для новичков, для тех, у кого небольшой капитал. Вот возьмите, например, такой ход, очень хороший ход. Вот, например, самый простой. У меня, конечно, тут, вот если вы возьмете наверху, вот у меня там, эти фазаны, видите, вот две картинки, да, они не такие уж и старые, они там 40-х, 50-х годов прошлого века. Но каждому из них, вы видите, имеется бокал, да, вот фужер. Это уже является изюминкой. Если я знаю точно, что люди формируют там свою охотничью коллекцию, люди любят природу, люди любят фотоохоту, люди путешественники, им нужно оборудовать какой-то свой зал в своей там загородной вилле или в своем доме, я знаю точно, что они у меня, вот такой предметно-тематический ряд купят, мне он достался очень дешево относительно, да, но продать вот такой сет, хотя бы даже вот из 3-5 экземпляров, я думаю, что я легко смогу за сумму, ну там, от 200 до 1500 долларов. Ну, это вот так вот, не особо сильно напрягает. Почему? Потому что это изюминка. Дальше что? Вот, например, я покажу вон ту тарелочку. У меня каждая тарелочка имеет свою историю. Вот, значит, вот там известный полководец. Вот если вы возьмете тарелку и к ней найдете другой какой-то атрибут, например, медаль, памятную, юбилейную, этого же полководца. Дальше что? Вы найдете еще какой-то предмет, который ассоциирован с именем этого полководца. Например, вот кружку, вот, к примеру. Или какую-либо, ну вот я просто, например, показываю, вот такую, например, да, вот, то у вас уже коллекция заиграет. Что бы я посоветовал и что бы я еще добавил? Дело в том, что, что такое предметно-тематический ряд? Это ряд в одноименном, по смыслу или по форме предметам материальной культуры в количестве больше двух единиц. И, соответствующим образом, если у вас коллекция увеличивается, как по горизонталям, к примеру, монеты к монете, машины к машинам, и вы соединяете их в одну тематику, как в данном сюжете, связанном там с пожарным направлением, то коллекция ваша, безусловно, увеличивается в своей ценности во много раз. Что бы я посоветовал, это, конечно, не останавливается. Второе, что бы я посоветовал, это среди вот этой предметно-тематической коллекции, которую представил Алексей, нужно обязательно включить так называемые предметы-жемчужины или предметы-бриллианты. Это те предметы, которые относятся к этому смысловому предметно-тематическому ряду, но обладают, скажем так, фактором раритета или уникума. Вот как только в такой предметно-тематический ряд добавляется вот такая жемчужина или бриллиант, то коллекция получает сразу же на целый порядок выше ценность, как финансовую ценность, так и свою ценность с точки зрения значимости. Потому что существуют, скажем так, инвесторы, существуют люди, которые интересуются данным предметно-тематическим направлением в силу каких-либо факторов, в силу того, что это коллекционер, в силу того, что это редкая коллекция, в силу того, что она уникальная, в силу того, чтобы собрать, что собрать такую коллекцию, ну, наверное, нужно потратить очень много и денег, и времени, и знакомых побеспокоить. То есть такая предметно-тематическая коллекция, она, конечно же, очень сильно повышает свою значимость и для владельца составляет, наверное, один из таких важных частей или важных сфер своего коллекционирования. Вот это, я как бы сказал, так вот основные моменты. И, конечно, к такому формированию своей коллекции нужно обязательно добавлять фактор популяризации, популяризации конкретной коллекции. Вот собрал человек там какие-то однотипные предметы, он должен постараться их прорекламировать. Прорекламировать в виде собственного сайта, прорекламировать постановкой в каких-то журналах, в виде статей и так далее. Потому что только таким образом в коллекции появляется интерес. Ну, я могу только пожелать и соответствующим образом со своей стороны сказать, что это настолько интересно и настолько это важно с точки зрения истории нашего бытия, истории человечества, что это заслуживает всяческого поощрения и пожелать не останавливаться на этом очень интересном пути. Ну, вот это коротко, так вот я хотел бы прокомментировать данные видеосюжеты. У меня еще идея была дополнить такую коллекцию часами за заслуги. Есть такие с пожарным автомобилем. Пока не могу встретить в продаже в хорошем состоянии, на ходу. Ну, наверняка они попадутся туда, да, будут в продаже. Я себе дополню вот такую коллекцию. Представьте, как красиво смотрится вот такая вот подборка на полке где-то, да, либо на подарок можно кому-то вот кто в теме в этой. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Обязательно подпишитесь на канал Михаила, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик. И занимайтесь коллекционированием, это интересно. Всего вам доброго.